Против разрушения исторических зданий сегодня протестовали в Ужгороде. Людей возмущает, что на этой неделе город лишился столетнего здания. Кто его снес и кто выдал разрешение на уничтожение архитектурного достояния? Выясняла Марина Коваль. От дома по улице Волошина 47 в Ужгороде осталась лишь большая груда кирпичей. Каким он был, теперь можно увидеть только на фото. Дом построили в 1900 году. В межвоенные годы здесь работал магазин фунданича. Уникальная вывеска на венгерском языке, лепнина, деревянные ворота с фигурной резьбой. Это все сохранилось до наших дней. Или точнее до прошлого четверга, когда собственник решил здание снести. Действия предпринимателя возмутили жителей Ужгорода. Ведь дом это часть исторического подзамкового ареала. Ново выявленный объект культурной спадщины, то он не мог быть снесен. Не позволяет и не предупреждает такой будильной деятельности, как снесение будинку. Сегодня под разрушенным домом люди провели акцию протеста. На ограждении прикрепили плакаты и цветы. Так прощались с архитектурной историей. Можно было сберечь фасад. Вот с этой старой вывеской. И в принципе вот эта вся лепнина. Ворота красивейшие, которые там были. Это можно было, это нужно было сберечь. Среди активистов и известный ужгородский писатель Андрей Любко. Предприниматель, который и снес здание, разговаривать с нами не захотел. Кто это? Меня зовут Марина Коваль. Я журналистка в Лоскор-телеканале Интер. До свидания, извините. В мэрии уверяют, предприниматель имел право разрушить дом. У него были все разрешительные документы. Он реконструирует его. Он его полностью сруйнувал. Он мог, потому что у него есть дозволь на будильные работы. То есть законодательная база у него есть. Но он должен сделать и восстановить те детали, которые имеют историческую ценность. В том числе магазин. С надписью. И он его и планует восстановить. А вот в прокуратуре усомнились в законности сноса столетнего здания и открыли уголовное производство. Активисты планируют продолжить акцию протеста завтра на сессии горсовета. Они будут требовать, чтобы чиновники, разрешившие снос дома, были наказаны. Марина Ковалев, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.